У «Металлурга» есть важное правило. Проходных игр нет, а значит любая команда может преподнести сюрприз. К каждому матчу видновчане готовятся ответственно. В этот раз лучшему клубу страны с более чем 50-летней историей предстояло сразиться с «Кометой» из станицы Кущевская Краснодарского края. «Комета» растет, ну и хорошая команда, кстати. Приятно, приятно. Это уже не проходная команда, не проходная. Я думаю, они сейчас будут в этом году четвертое место могут вполне занять. А четвертое место, они попадают в финальную группу. Первые четыре команды после двухугового турнира разыграют четыре финальных турнира, так называемые «пли-офф». И вот один из наших турниров, он в каждом городе будет по турниру. Поэтому Кущевка претендует. В тройку наврядно, а четвертое вполне могут занять. Несмотря на пасмурную весь день погоду, к вечернему матчу облака развеялись и выглянуло солнце, что привлекло на стадион десятки болельщиков. Среди них внучка легендарного игрока, а позже тренера Владимира Серебрякова. Всю жизнь посвятил мотоболу, соответственно, и мы были тоже частью данного вида спорта. Прекрасная, очень интересная игра. Для «Металлурга» это уже седьмая игра в рамках чемпионата России 2023 года. Как мы помним, в начале сезона в команде произошли сильные изменения. Теперь в составе много молодежи, в том числе среди вратарей. Пока не в основе, но стремится в нее попасть Илья Дергунов, отец которого когда-то и сам играл за Видновский клуб. Сейчас судит матчи. Вот такой семейный подряд. Хотелось бы старт в составе уже заиграть и показать хороший уровень, и дать старшим отдохнуть, чтобы мы тоже могли посидеть, и мы молодые выступили хорошо. Посмотреть на перспективную молодежь пришел президент Федерации технических и военно-прикладных видов спорта, общественный деятель Николай Радченко, который в 70-х годах в Видное попал именно благодаря мотоболу. Приехал на чемпионат, играл тогда, кстати говоря, за станицу Кущевская. А после уже никуда не уезжал, остался выступать за «Металлург». Проиграл мало, потому что после того, как я возглавил сборную России по мотокроссу, после окончания института, я из мотобола ушел. И занимался тренерской деятельностью. Но тем не менее, до сих пор мы вас видим на матчах, и вы проявляете заинтересованность. То есть осталось какое-то вот... Это уже как бы навсегда, потому что с этим связана жизнь, особенно самые лучшие молодые годы. В этот раз комете сильно не повезло. Команду подвела техника, и почти весь третий период на поле оставались лишь два игрока. Итог – всего один забитый гол в ворота «Металлурга», который, в свою очередь, закатил противнику 8 мячей. Юлия Погасьян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого.